Всем привет, друзья и коллеги. Хотел поделиться с вами новостью, что уже в эту пятницу, 25 ноября, стартует главная распродажа для стоматологов – Dental Black Friday. Вы можете оставить заявку на сайте и получить доступ к скидкам до 50% на стоматологическое оборудование на сутки раньше всех. Партнер акций – интернет-магазин StompShop. Всем доброе утро, друзья. Сегодня мы с вами приехали в стоматологию Queennella. Это стоматологический проект от Бориса Бернацкого. Вот сейчас мы с вами встретимся с Борисом, он пройдет нам экскурзию. У меня такое ощущение, что он проспал. Я сам проснулся недавно. Мы очень рано доверились встретиться. Сегодня еще выходной день. И пока мы его ждем, я вам сейчас хочу показать еще вторую его клинику. И на самом деле две клиники. Вот за моей спиной это была основная клиника, где ведется общий прием. И вот есть буквально в двух шагах клиника для детей Queennella Kids. Ну и вообще мне нравится вот этот монументальный дом, в котором все это располагается. Мне кажется, это прям очень красивое место для стоматологии. Вот, в общем, ждем сообщения от Бориса. И отправляемся с вами на экскурсию по стоматологии Queennella. Друзья, у нас закончился наш небольшой перерыв, пока мы ждали Бориса. Все, он уже готов. Мы сейчас с вами отправляемся на экскурсию в клинику. Я надеюсь, что вы поддержите это видео своими лайками, подписками, репостами, комментариями. Мы с вами отправляемся на большую экскурсию по стоматологии Queennella. Вот, Борис Бернацкий. Привет, Борис. Доброе утро. Я Борис Бернацкий и приглашаю вас совершить маленькую экскурсию по моей клинике. У нас абсолютно все стандартно. Единственное, что хотелось бы сразу сказать, что клиника на самом деле достаточно небольшой площади. То есть здесь 132 метра. И основная концепция, когда планировалась архитектура всей этой клиники, то это, естественно, была эргономика с целью того, чтобы максимально эффективно разместить все кабинеты. И постараться спланировать клинику таким образом, чтобы на 132 метрах в плане эргономики максимально эффективно использовать существующее пространство. Зона гардеробная. Здесь у нас, естественно, как должен быть уголок потребителя. Единственное, что компьютер, к сожалению, не работает. Но тут в режиме обычного времени как бы листаются все скрины с разрешениями, с тем, что должно быть в этом уголке потребителя. Здесь раздевается, естественно, и персонал, и гости клиники. После этого, то есть проходит у нас здесь, есть небольшая зона ожидания. Рецепшн. Как правило, тут заполняется вся документация. Естественно, что уже к сегодняшнему дню существует как бы проблема, когда встречаются здесь пациенты, особенно те, которые пришли первично, и те, которые должны назначать в последующей очереди оплачивать услуги. Ну, вот эта как бы сторона немножечко уже невозможная никаким образом изменить. Но на этой маленькой площади, то есть это сделать достаточно сложно. В момент, когда первично планировалось пространство этой клиники, то, естественно, был расчет на то, что достаточно небольшое количество пациентов. Почему? Потому что клинику как бы я в основном строил вокруг именно себя, что достаточно небольшое количество пациентов. Однако на сегодняшний день, ну, честно говоря, что ларчик немножко стал мал, и мы зачастую не входим в это пространство, несмотря на то, что клиника работает там с 8 до 10 часов вечера. Естественно, она в самом начале планировалась из-за того, что это вот такое маленькое пространство. Я как бы воодушевился концепцией лодок, что лодка это также достаточно небольшое пространство, в которое в плане эргономики пытаются как бы уместить достаточно много функционала. И, в принципе, то же самое было проделано здесь. Естественно, самые первые пациенты мои, которые были со мной в самом начале, это люди, которые мне очень близки, и они в большинстве своем дарили мне какие-то подарки, которые, может быть, даже немного не подходили под дизайну, однако они находятся на своих местах, потому что это все было подарено с душой, но и люди как бы не знали еще, куда они непосредственно дарят этот подарок. Например, вот этих часов. Потому что они в такой золотой оправе. И даже многие мне делают замечание, что это все не бьется, но ввиду того, что человек, который их подарил, это все делал с душой, и до сих пор он с трепетом находится в моем сердце, эти часы висят на этом месте. А вот почему ты выбрал концепцию морской тематики? То есть, я так понимаю, что... Именно только в плане эргономики, что у нас на маленьком пространстве можно было расположить много функционалов. Но ты же сам, ты любитель кайсерфинга, до нас... Ну, это как бы все дело, да, но тут вопрос в том, что у меня все-таки есть вот эта вот моя детская способность, что я все-таки очень неплохо рисовал, поэтому, ну, будем говорить так, частично отношение к дизайну и к эргономике, естественно, я имею. Безусловно, должен сказать огромную благодарность Ивану Галякову, потому что именно благодаря ему нам удалось сначала произвести этот проект на бумаге, а после этого воплотить все в реальность. И Ваня прямо в этом проекте участвовал от самого начала до конца. И я считаю, что, ну, наверное, это один из самых успешных его проектов, потому что мы абсолютно недавно с ним встречались. И он сказал, что, несмотря на то, что клинике уже почти 10 лет, она остается актуальной на сегодняшний день. И если по большому счету разбираться, ну, все выглядит достаточно эффектно. И мебель, несмотря на то, что здесь большое количество пациентов, она точно так же выглядит абсолютно как новая. На самом деле здесь изготовлено большое количество пуфиков, и если есть необходимость, то эти пуфики можно дополнительно либо со второго этажа спустить вниз, либо из какого-то кабинета достать это наружу, чтобы больше было посадочных мест. Это самый первый кабинет. Он изначально планировался как консультационный, но на сегодняшний день это кабинет, в котором работает врач-терапевт, то есть эндодонт. В плане функционала, естественно, вы увидите, что это операционный микроскоп. Достаточно удобное кресло. Это IDEC 500. В чем его удобство? Ну, во-первых, мне потрясающе нравится само место пациента. Оно функционально, оно можно изменить положение в пространстве, немного развернув это кресло. В плане того, насколько эффективно и насколько надежно это кресло было, но за 10 лет, может быть, происходили какие-то там совсем мелкие корректировки и ремонты, в плане того, что там где-то шланг порвался, или что-то где-то какая-то прокладка потекла. А так, в целом, оно работало абсолютно безупречно. И я доволен этой установкой. И, наверное, даже если кто-то стоит на грани как бы выбора, то я бы рекомендовал все-таки ее приобрести. Тут, естественно, прицельный снимок. Далее, вот эта вот очень эффективная такая красивая вещь, когда многие приходят, все говорят «Вау!». То есть это, в принципе, место для консультации. С одной стороны у нас сидит пациент, с другой стороны, естественно, что врач, составляется план лечения, обсуждают какие-то там варианты. Естественно, что создана сеть рентгенологическая, и поэтому любой снимок, который как бы в клинике делается, естественно, с любого компьютера можно это все раскрыть. Дальше, что еще бы хотелось показать, что у нас здесь есть такая штука, что везде у ящиков электродоводчики, ну, естественно, небольшим надятием любой ящик открывается. Теперь, естественно, в плане эргономики, в момент, когда уже непосредственно врач с ассистентом находится на стадии приема, то вот здесь вот у нас есть рабочее место ассистента, что, в принципе, как бы у нее здесь абсолютно все, что нужно, необходимо, и таким образом они ведут прием, что можно абсолютно не вставать. Мы здесь с тобой снимали наше большое интервью. Ссылочку, кстати, вот здесь мы оставим. Кто еще не видел, почему-то, надо посмотреть обязательно. Хотел спросить про мебель. Я знаю очень интересную историю про эту мебель. Да, история уже настолько стара, что я даже, наверное, сам стал забывать, то в действительности я на одной из выставок увидел эту мебель Каплер, ну, естественно, в тот момент загорелся желанием, чтобы эта мебель, там уже, видишь, даже буковка стерлась. Здесь должна была пока. Да, чтобы эта мебель была непосредственно в моей клинике, и была достаточно длительная история с тем, чтобы вообще сначала, в первую очередь, сделать заказ, а потом эту мебель доставить и непосредственно инсталлировать в клинике. Поэтому были определенные сложности. Но еще раз, вот на сегодняшний день, уже спустя время, я могу сказать, что, наверное, ни на секунду я не пожалел, что заказал именно эту мебель. И на сегодняшний день я знаю, что очень много у меня здесь было людей, которые пришли с целью того, чтобы посмотреть эту мебель и каким-то образом ее копировали. Достаточно неплохо получилось, но еще раз, в плане надежности никаких сложностей с этим не возникало. Все эффективно. И я еще раз говорю, нисколько не пожалел о том, что мы ее заказали. Окей. Еще вопрос по светильнику. Светильник это тоже ДТЭК. Сегодня, если не ошибаюсь, есть еще несколько вариантов других. Там даже, если не ошибаюсь, по-моему, с телевизионной панели есть в центре. И светильник, он как бы тоже достаточно многофункциональный. Возможно изменить степень освещения, что уменьшить или наоборот увеличить. Единственное, что особенно первое время была сложность, что в момент фиксации ортопедических каких-то конструкций в адгезивном протоколе достаточно сложно было это сделать. Поэтому зачастую приходилось вообще этот свет гасить, чтобы лампа эта была отключена и в таком полумраке работать. Потому что очень мощный, либо, естественно, мощность нужно было свести там на 15-20%. Это у нас рентген-кабинет. В плане функционала он еще используется иногда еще с одной функцией, как касса. Когда с пациента каким-то образом там принимают наличную оплату, то, естественно, это происходит здесь. Но, по крайней мере, есть какая-то зона такого закрытого пространства, чтобы не смущать ни пациента, ни, естественно, людей, которые находятся на рецепшене. Тут делаются все рентгенологические исследования. Эти шкафы, они используются у нас как, здесь, если не ошибаюсь, как картотека пациентов. То есть, тут небольшой архив. Там сверху тора лежит. Здесь у нас туалет на первом этаже. А мы идем на второй этаж. Эта лестница, это на самом деле было целое мое детище, потому что очень долго думали, каким образом она должна выглядеть и как это все будет. Раздевалка, шкафчики с одеждой. То есть, в момент, когда планировалось, я, естественно, рассчитывал, что у нас по максимуму персонал будет там пять человек. Но на сегодняшний день настолько нам тесновато стало, что у нас в каждом шкафчике ну, это как минимум по два человека. А вот процент ты решил разместить вот здесь для наглядной демонстрации для пациентов? На самом деле, все на самом деле гораздо банальнее. Этот прибор, когда приобретался, то есть, естественно, у меня была потребность для того, чтобы закрыть в большей степени именно немедленный протокол, изготавливать временные реставрации здесь, непосредственно в клинике. Ну, и естественно, что там маленькие реставрации инло-онло и то же самое. И было как бы много вариантов размещения этой установки, однако, ну, один-единственный вариант оказался здесь именно в проходной зоне между комнатами ожидания. Но, с одной стороны, это у пациентов как бы вызывает достаточно большой интерес. Многие спрашивают, что это такое. То есть, ну, естественно, такой был эффект вау, по крайней мере, первое время 100%. Здесь, естественно, что туалет второго этажа. Здесь большая зона ожидания. То есть, у нас два дивана, здесь обычно, то есть, в принципе, комфортно может сидеть четыре человека. Расскажи еще про картины, наверное, пока мы здесь. Я знаю, что они очень знаковые. Да, картины на самом деле знаковые. Здесь должно было висеть еще три, то есть, одна должна была висеть здесь и две в промежутке. Но на момент, когда их стали изготавливать, что-то там случилось с этим аппаратом, который непосредственно печатал эти фотографии, переносил, то есть, фотографии со стекла, с бумаги на стекло. Что-то с ним случилось, он сломался, и я это оставил на чуть позже. И вот чуть позже, уже прошло почти 10 лет, и я так это все дело не завершил, поэтому ремонт не завершается. На этой фотографии мой отец. Ну, то есть, это зубной техник. Вы видите, что это зуботехнический стол, там, финагель. И папа, скорее всего, гипсовые штампики подрезает. А эта фотография достаточно знаковая. В момент, когда я еще учился, поступил только в медицинский институт, это все мои друзья. Я сказал, что, когда я увидел качество фотографии, которое оно получилось, я сказал, что если когда-то у меня будет своя клиника, то обязательно в этой клинике будет висеть эта фотография. Ну, и спустя достаточно большое количество времени я все-таки свое обещание осуществил. И оно, на самом деле, висит здесь. И особенно в последнее время, видимо, настолько я стал... Постарел, если так можно выразиться. Изменился от... Того облика, в котором я как бы нахожусь на этой фотографии, многие пациенты начинают спрашивать, а это вы или не вы, и даже спрашивают историю этой всей фотографии. Поэтому, в принципе, она для меня очень значима. И с огромным трепетом отношусь, во-первых, к людям, которые там запечатлены, а во-вторых, к самой этой истории и к тому времени. Здесь у нас, да, вот получилось, что целая такая экспозиция. На самом деле, эти фигурки начали дарить пациенты. Ну, естественно, у меня был вариант, что я их сначала уносил домой, а потом как-то оставил здесь. И, ну, это только самая маленькая, как бы, часть коллекции. Но пациенты вот только в этом году, наверное, подарили еще у меня новых, ну, наверное, 4 статуэтки. Вот здесь это у нас хирургический кабинет. Это, получается, твой основной кабинет, да? Да, ну, то есть, помимо меня здесь еще работает врач-парадонтолог. Иногда бывает здесь гигиены проводят. Но в целом, как бы, такой, будем говорить, все-таки хирургический прием. В плане размеров он, как бы, получился самый большой. И он достаточно удобный. Даже если здесь проводятся какие-то длительные манипуляции, то, в принципе, здесь с тремя ассистентами и плюс пациент вполне комфортно можно находиться. Все то же самое, установка IDEC, потолочное крепление микроскопа ЦАИС. А вот этот монитор, получается, сюда проекция изображения? Не-не-не, это у него, его внутренний монитор, когда он загорается, тут показывает, как бы, угол, да, степень света и все прочее. То есть, стандартный баланс микроскопа и все такое, увеличение. Самая большая сложность была вот в этой штанге, которая фиксирует его к потолку, потому что они, естественно, изготавливаются индивидуально. Да и вообще, по-моему, микроскоп изготавливается только после заказа, по крайней мере, в момент, когда мы их заказывали, так и было. Мы с момента заказа ждали что-то такое, или 4, или 5 месяцев, пока их поставили. Профилаксис тоже достаточно такая штука эффективная оказалась. Ее приобрели, это аппарат Airflow. Уже он достаточно много времени у нас работает в клинике, даже если не ошибаюсь, уже один раз мы его смогли сломать. Поэтому, в принципе, достаточно эффективная штучка получилась. Теперь у нас обычно, когда какие-то манипуляции начинаются в этом кабинете, то дверь закрывается изнутри, и все хождение происходит именно вот через эту дверь, которая является смежной со стерилкой. Комната ЦСО, то есть достаточно долго она планировалась, достаточно сложно она создавалась. Я сейчас поясню, в чем была сложность, что я думаю, что, наверное, мы одними из первых стали использовать именно водопроводную воду для работы и с автоклавами, и с моечной машинкой. В подвале есть, значит, система фильтров, которые по принципу Осмоса воду подготавливают. После этого вода уже из подвальных фильтров попадает непосредственно в фильтр, который разработан компанией Милак. Причем они стоят в двойном, ну, то есть их два. Один всегда работает, второй запасной. На момент, когда приборы начинают требовать замену фильтра, то, естественно, происходит замена фильтра, и фильтр, естественно, уходит для замены активного элемента. У нас тут непосредственно зонирование, то есть красная, желтая и зеленые зоны. Смысл в том, что, значит, все, что выходит из операционной, здесь, естественно, сортируется, проходит первичную обработку, и после этого, естественно, что, значит, наступает этап, сначала обрабатывается инструмент в машинке, в мощной, после этого расфасовывается по крафт-пакетам, ну, и проходит, естественно, этап стерилизации. После этапа стерилизации все, весь инструментарий в кассетах и в отдельных крафт-пакетах, естественно, размещается вот в этом шкафу. Здесь в шкафу, естественно, что расписано все по отделениям по видам стоматологии и на утром когда ассистенты приходят именно отсюда забирают стерильные крафт-пакеты с инструментом есть часть инструментов которые непосредственно сразу размещают в рабочих кабинетах они там непосредственно и хранятся это ортопедический кабинет буквально прямо через несколько минут здесь начнется прием но как бы в плане эргономики все абсолютно то же самое у нас значит микроскоп тоже установка айдек 500 есть еще маленькая особенность что ввиду того что достаточно маленькая была клиника и сложно было разместить фотостудию в отдельных какой-то зоне поэтому у нас фотостудия находится непосредственно в этом кабинете и выглядит все это таким образом здесь изготовлен вот такой вот рулон который создает серый фон после этого размещается кресло в этой зоне то есть пациент непосредственно усаживается на это кресло и есть вот такая тарелка beauty dish который естественно ставится в зоне примерно где-то с метр перед пациентом пациент получает светоотражающий вот этот вот диск на колени себе ну и в принципе в этой зоне мы проводим весь фото протокол если мы с вами конкретно говорим про то как это выглядит то еще раз вот так пациенты усаживают на кресло отражающий этот блин укладывается ему на колени и вот в таком состоянии мы проводим весь фото протокол то есть непосредственно приходится фотографировать вот отсюда интересное решение с фоном да да но потом правда было много кто уже это дело подглядел и такое во многих ты кстати сделала фон под цвет всего в клинике но у нас получилось даже после своего костюма серый фон серый фон он наиболее благоприятен для всех этих эстетических дел для того когда мы цвет определяем поэтому по фотоаппаратам уже тогда пошут аппараты все банально то есть я в основном люблю для своей работы это кольцевая вспышка фотоаппарата nikon в данном случае это до 850 есть у меня еще еще один у этого стоит объектив 60 миллиметров а есть еще один такой же у которого объектив 105 и у того как бы биполярная вспышка никон а вот для хирургии большей степени использую люблю вот эту вспышку причем я даже был этап что я одну разбил и мне прямо пришлось очень сильно потрудиться что такой же не си найти потому что ну прям очень нравится мне какое качество фотографии получается во всех кабинетах как бы предусмотрен естественно второй монитор потому что на микроскопах везде установлены камеры и естественно камера транслирует все изображение на вот этот монитор который на стене то есть он естественно для ассистента опция еще что трансляция есть на монитор для пациента ну поэтому как бы наверное на этом все лампа абсолютно такая же дт это камера больше для рентгена потому что когда делается рентген мы же по санпину не можем пациента оставить одного в клинике и для того чтобы за ним визуальное наблюдение было так этой камеры сейчас мы здесь делаем рентген да и вот здесь вот тут делают рентген оттуда я направляюсь а монитор воду это ординаторская причем у этого комбинета тоже есть несколько функционалов то есть это естественно что это может быть ординаторская это в любом случае у нас получается столовая потому что у нас здесь микроволновой печь и посудомоечная машина то есть кофейный аппарат в этом помещении персонал принимает еду в случаях когда нужно провести какую-то встречу либо бывает обсудить что-то с пациентом то у нас есть такой вариант что эта перегородка закрывается ну и такое становится как бы больше офис пространство кухня абсолютно закрыта причем мы даже смеялись несколько раз то человек запросто может находиться за этой перегородкой продолжать что-то там делать потому что там примерно полметра есть то есть тут еще расположен холодильник это место задумывалось изначально то есть это пространство под керамическую печь то есть все что увидели выпиливается на церкви то есть естественно окончательное изготовление происходит здесь глазуровка покраска и все такое прочее поэтому случае когда не нужно чтобы кто-то видел этот аппарат он естественно тоже закрывается про вот это на наши национальные штучки это подарок был родителей когда клиника открывалась они подарили но будем говорить наверно правильно сказать по-русски что это оберег то есть молитва которая охраняет все что находится в этих стенах ну и самое основное на объяснение почему клиника называется квинелла и она названа была именно в честь моей мамы для меня она остается одной единственной королевой и здесь на этой фотографии изображена мама и здесь как раз 18 лет она училась начала учебу в медицинском институте на первом курсе и очень активно участвовала в художественной самодеятельности мама достаточно хорошо пела это точно также все подарки от пациентов за какие-то там конгрессы мне давали за участие статуэтки тоже получается в этой клинике мы все посмотрели да ну на 99 процентов надеюсь на 9 идеи если эти 9 есть один небольшой процент который еще в секрете еще в тайме вот пока что мы мы придерживаем этот секрет вот но я думаю что мы через время вернемся и покажем еще кое-что мощная кофта мощная кофта это не девчонки мои подарили мы сейчас идем в дескопинг который у нас здесь мне очень нравится дом до одной стороны все так это достаточно удобно иногда бывают сложности с тем чтобы сюда добраться потому что иногда бывает на кпп там все-таки охранники начинают играть в режимный объект сложная пропускная система расскажи двух словах про историю сначала была основная клиника да потом потом мне стало скучно момент когда у нас немножко ларчик стал мал я стал рассматривать варианты заходить добро утра стали рассматривать варианты каким образом нам расширить как бы зону нашего действия и здесь было на самом деле существовало уже клиника поэтому мы приобрели ее естественно полностью пришлось поменять формат но в целом это сейчас детское отделение это естественно зона рецепшен здесь у нас небольшой коридор и теперь начинаются никого нет и начинаются кабинеты тут уже побольше места но тут место побольше кабинет побольше тут еще один кабинет детский прием идет это операционная с наркозным аппаратом тут после наркозов ребенок приходит себя если хочешь но можно туда пройти одним глазком так аккуратно заглянуть это предоперационная здесь кабинет рентген диагностики на верхних этажах административная часть там непосредственно бухгалтер если хочешь можешь поднять такое ощущение что я нахожусь где-то на яхте помещение достаточно такое интересно то есть тут у нас главный бухгалтер тут у нас склад здесь еще административные кабинеты это получается вид на операцион это как бы оперблок да здесь детская игровая зона это то к чему же непосредственно смог свои руки приложить то есть тут они с аниматором мы играют из-за того для того чтобы первых создать эту зону нам пришлось отказаться от одного рабочего кабинета здесь cso и здесь часть для персонала то есть кухня раздевалки туалеты душевая тут в общем раздевалка всевозможные способные кабинеты туалет и здесь есть возможность что персонал заходит именно с этого этажа поэтому их пациенты не видят ухты вещь я хороший начальник вот через эту дверь такие вот кофты их можно где-то приобрести дим смотри какая штука я реально хотел чтобы в зимнее время у персонала у всех вот такая кофта была мне ее девчонки подарили на день рождения я вот как в нее в лес у меня даже если бывает что ее как бы стирают и меня нет возможности и одеть я прям аж это самое нервничать начинаю слушай надо запустить линейку запустить вот такого мерча мне кажется многие хотели бы ходить с таким логотипом на спине ну ладно я подумаю на это но теперь продолжение разговора но в принципе как бы все прикольно получается достаточно классное помещение но сложность в том что ну как бы есть соседи и я вот это дело иногда знаешь то есть ну как бы тут заходишь это не совсем клиника потому что это как бы общий холл компания занимается продажей вот плиток плюс еще по моему какая-то сбоку если не ошибаюсь то ли дизайнерское агентство то ли еще что-то короче есть свои особенности получилась короче переснимемся петрович все хорошо нормально все очень круто в общем закончили макс курсию спасибо большое борьбу подробную закоподробный обзор на клинику реально уникальная концепция ощущение как будто реально где-то на яхте находишься на таком на корабле вот эти особенно ступеньки дайте всегда приходи в гости и не знаю для зрителей наверно хотел бы пожелать что если есть мечта мечта должна быть абсолютно у каждого человека несмотря ни на что идти к этой мечте даже если есть определенные трудности даже если ничего не получается просто моем понимании я считаю что это еще не время важно идти к своей цели и никогда не останавливаться ревелай международная компания основанная в 2013 году врачом стоматологом и специализирующиеся на производстве средств гигиены полости рта ревелайн предлагает вам различные варианты сотрудничества закупайте продукцию по оптовым ценам и самостоятельно реализовываете получайте промокод для пациентов и процент от заказа мы можем нанести ваш логотип на нашу продукцию посещайте наши обучающие мероприятия со скидкой или бесплатно получайте продукцию на тестирование обзор и розыгрыши напишите нашему менеджеру и он отправит вам персональное предложение по сотрудничеству ватсап